Я решила подарить коня на палочке. В магазинах моего города я такое не нашла, а то, что предлагал интернет, меня не устраивало. Нарисовала свою выкрику головы, объединив несколько образцов из интернета. Можно было сделать и проще, но я немного заморочилась. Этого коня я делала из того, что уже было у меня дома. Задача стояла использовать максимальное количество залежных материалов. Перед раскроем я чуть уменьшила выкройку. У меня был большой отрез в черной ткани, голова на ней помещалась полностью и не пришлось делать лишние соединительные швы. Отрезала две полоски, длинную и короткую. Длинная полоса пойдет через верх, короткая через низ. Полоски шиваю по короткой стороне. Этот шов размещаю во рту у коня, а далее пришиваю все по кругу, оставив внизу отверстие для набивки. С помощью этих полос придам объем голове. Но это можно не делать, тогда голова получится более плоской. Выворачиваем нашу голову и набиваем. Для набивки я использовала старую подушку, которая давно лежала без дела. Лучше я сделала из разных тканей, а внутрь разместила уплотнитель, чтобы уши стояли торчком. Открытый край ушей сложила пополам и зашила, потом вывернула, чтобы шов спрятался внутри. С помощью булавок разместила уши на нужном уровне и пришила их по тайным швам. По итогу я еще убавила грудь коня. Не стала все разбирать, а просто ушила все по тайным швам по линии убавки. Получившийся поперечный шов спрячется. Просто черный конь, это скучно, я решила его раскрасить. Этот этап можно сделать вместе с ребенком, как я и сделала. Теперь это сказочный конь. Теперь сделаю гриву нашей лошадки. Для этого я использовала остатки разной пряжи. Все нитки намотала на книгу, подходящую по высоте. Затем эти нитки разрезала только с одного конца. Сделала так две намотки. Крепим гриву. На пришитую из двух концов нитку привязываем небольшую прядку. И так по всей длине. Затем узелки пришить головами, чтобы грива не болталась. Из двух разных ленточек сделала простую уздечку. Палка-скакалка. Это единственное, что мне пришлось докупить. Это черенок для грабель за 91 рубль. Палку пришлось укоротить сантиметров на 10. Черенок разместила по всей длине головы, но не до упора, чтобы палка не выпирала. Немного донабила игрушку. Последний штрих. Спрятала хвостики. Ткань в нескольких местах приклеила. Поверх обмотала ниткой. Использовала остатки от гривы. Вот и готов мой волшебный конь. Теперь на нем хоть в магазин, хоть к мечте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok